что мы скажем так бережем время друг друга вот будем иметь ввиду что у нас отпущен ровно час поэтому скажем так на все вопросы у нас тоже все это сейчас смещается вот поэтому буду внимательен ко времени но и в общем то да тоже нас это дисциплинирует по-своему и так дорогие друзья меня зовут олег тарасов я являюсь партнером компании skyward комьюнити очень рад этому событию скажем так моей жизни до который вот с каждым разом не все больше радует и радует вот и все новости которые приходится читать либо с кем советоваться вчера на стаде прошла очень интересная встреча было людей не очень много но мы сделали такой круглый стол за распитиями чашечки чашечек чая кофе с печеньем вот и вы знаете и люди говорили очень интересные темы наболевшие в общем то у нас практически не было спикеров у нас был такой вот интересный стол поэтому я вас конечно же приглашаю если вы в общем то не бывали на таких вечеринках встречах да вот но на самом деле действительно был формат немножко другой и в общем то зашло до было и было интересно люди высказались рассказали о своих внутренних скажем так уже каких-то так зажатостях может быть каких-то нерешенных проблемах вот поэтому она в целом могу сказать что это помогло наверно каждому где-то разобраться в своих каких-то закромах туда заглянуть и я думаю что было полезно всем и поэтому приглашаю вас в следующий раз обязательно присутствовать на событии надеемся что мы еще в этом году встретимся возможно мариной горке да поэтому тоже следите за новостной лентой ну философию хотел у вас спросить вы ли выучили ли вы уже философию да что транспорт должен быть решением проблем а не их источником потому что иногда вот встречаешься человеком и надо буквально за одну минуту ему донести эту информацию поэтому вот это вот я что-то так раз и сам могу ли я повторить и вот оказалось что я не повторил сразу да то есть я вот читаю читая получается все это на автомате поэтому даже хотел убрать вот эту вот философию но так как тут уже не убирается вот поэтому можете себя сами тоже перепроверять да потому что когда кто-то говорит ты слушаешь вроде все соглашаешься потом получается что какая-то фраза забывается либо первое слово забывается либо в общем-то ключевое слово забывается поэтому вот ключевое слово это что транспорт есть решение именно skyward то есть ее низкий string technology именно представила решение вот эти вот проблем которые накопились потому что помните вот это вот известное выражение что транспорт есть не роскошь а средство передвижения да вот когда вот это вот когда вот это вот роскошь на советском союзе допустим было сильно больше роскошь чем средство передвижения да то вот когда это роскошь уже действительно и и стало много она Превратилась именно в источник проблем. Вот так вот получается. Поэтому все должно быть в мире выверено. Поэтому действительно я тоже так подумал о том, что когда не вот это вот все растет в неимоверных количествах, то получается действительно как получается, как случилось сейчас в нашем таком безудержном мире. Ну, Анатолий Эдуардович Юницкий. Низкий ему поклон, замечательная фотография. И сейчас мы тоже следим за ним, за его, скажем так, активной очень деятельностью в Арабских Эмиратах. Вот. Поэтому, Анатолий Эдуардович Юницкий, мы вас любим, ценим. Вот. И, конечно же, помогаем, зная, что у вас очень хороший действительно корпус конструкторов. Вообще замечательное производство, когда мы вот с Алексеем были люди, которые понимают в этом толк, очень были впечатлены. Да, конечно, мы все тоже. Вот эти вот машины. Поэтому, конечно же, слава Богу, что Анатолий Эдуардович Юницкого тоже ценят, скажем так, в Эмиратах. И вот подтверждение этому. Ну да, скажем так, сейчас новый сайт есть, на который тоже вот я, скажем так, обращаю ваше внимание. Да, раньше был Юницкий, сейчас ЮСТ, Инкорпорейт. Да, так что тоже вот оттуда я смотрю много информации. Вот. Ну, опять-таки, напомню, потому что именно потому, что наш транспорт, он безопасен, доступен, адаптивен, экологичен, энергоэффективен. Он начинает свое движение по всему миру. Да, и, допустим, я вот сегодня опять-таки посещал этот сайт и вот нашел такое вот, значит, интересное тоже преимущество транспортно-инфраструктурных комплексов Юницких Стрих Технологий. Вот, смотрите, сравнение идет такое очень краткое, емкое. Возможно, вам тоже будет это полезно вот так вот. Ну, то есть вот для, скажем так, какой-то беседы, либо вот для своего, скажем так, уже расширения кругозора, да, что стоимость строительства транспорта и стакады комплексов ЮСТ при равных природных климатических и инфраструктурных условиях составляет 50% от стоимости строительства одного километра канатной дороги. То есть вот мы недавно ездили тоже в Силиче и тоже там, ой, давайте прокатимся. Я посмотрел и никакого, ну, не захотелось, друг за другом еду с одинаковой скоростью, да, скорость небольшая, не знаю, может, километров 10 метров, казалось, вот. И так как солнце светило, я думаю, тут можно, конечно, испариться и так далее там. В общем, не поехали, да. Стоимость, кстати, была тоже рублей 30, кажется, я уже точно не помню. То есть вот так вот прокатиться, я, ну, конечно, без лыжи и так далее, да, но я вот вам говорю, что вот такие вот тоже есть такое приключение, да, прокатиться. Так вот, 50% от, то есть в два раза дешевле, чем один километр канатной дороги. 10% от стоимости строительства легкорельсового путепровода. То есть это в 10 раз, скажем так, из 100% от 10, это в 10 раз дешевле. И 4% от стоимости строительства одного километра метро. Поэтому это в 25 раз, скажем так, дешевле, да. То есть если вот получается метро в Дубае стоило 150 миллионов долларов за километр, то, соответственно, 4%, вот при тех же условиях, всех тех же, которые будут, это будет стоить 6 миллионов долларов за километр. 150 миллионов и 6 миллионов, вы представляете? Ну, и, соответственно, как я вам уже говорил, как вы можете посмотреть на картинках, то метро это действительно представляет из себя, оно идет по поверхности земли, да, то есть оно очень широкое, то есть это, как считаете, как просто такая транспортная эстакада, да, по которой двигаются в двух направлениях поезда метро, да. Поэтому вот такие вот тоже на этом сайте вот такая информация выложена и очень четко сформулирована. Да, тут, конечно, впечатляет, что дешевле, чем канатная дорога. И вы помните, когда Анатолий Дуарович рассказывал, что в фильме своем, что о том, что менять приходится канат, он был удивлен при стоимости, допустим, 20, там 18-20 миллионов долларов за километр канатной дороги, еще приходится канат менять каждые 3-8 лет, да, то есть вот так вот. То есть и обслуживание канатной дороги обходится дороже. Поэтому в этом плане ЮНИСКИЙ СТРЕКТЕХНОСКИЙ является, конечно, очень сильно выигрывает экономически. Вот. Ну и сейчас задамаевых вопросов в этот раз. Я такой вопрос нашел, где находится транспорт во время простоя. Так вот, есть несколько вариантов. Либо он может располагаться на специальных стоянках, парковках. Ну вот у нас тут тоже на фотографии Марьиной Горки, видите, вот поставили. В общем-то, тоже, если транспорт, допустим, движется не 24 на 7, а, допустим, 20 часов на 7, то 4 часа он действительно может спокойно там повисеть, постоять и так далее, неважно. Дальше есть депо, вы знаете, что строится депо, там тоже будет несколько таких дорог, где можно, ну, как любой депо, да, допустим, для трамвайной депо, вы знаете, либо там троллейбусное депо тоже находится там. Ну и сказано, что в непиковые часы, возможно, какие-то будут, может, меняться, как и так далее. Даже предусмотрено сниматься с линии с помощью соответствующих элементов инфраструктуры, размещаться в специальных стоянках или сервисных ремонтных зонах. Ну и, то есть, все это предусмотрено, и ответы уже, то есть, решения на эти ответы уже даны, решения на эти вопросы уже даны. Вот, ну, напомню вам, что действительно Анатолий Эдуардович сейчас находится в Эмиратах, и вот такое активное сейчас внимание к его персоне, да, вот я вам рассказывал, что он был, значит, было большое интервью, значит, в телепрограмме Эмиратии, да, в котором вот Анатолий Эдуардович рассказал об особенностях транспортных, значит, Юскай-транспорта, вот, и именно о работе в Эмиратах, да, и он поблагодарил вообще за всю вот эту, там, ну, мы уже с вами этот вопрос освещали, поэтому он действительно очень сильно поблагодарил его высочество шейха-султана бен-Мухаммеда Аль-Касимии, правителя Шаржа, и Хусейна Аль-Махмуди, это генеральный директор вот парка технологий инноваций Шаржа, вот он, кстати, на фотографии вы напомните, да, вот, и получается, сейчас идет такая вот, знаете, мне кажется, прям накачивание вот вообще прессы, да, о том, что вот этот, как этот транспорт, что этот транспорт, поэтому буквально недавно вышел уже фильм, ну, не фильм, опять-то, Шаржа ТВ называется, да, то есть ютуб-канал, где уже вот сам Аль-Махмуди был, скажем так, основным спикером, да, и вот сначала был корреспондент, ну, сначала девушка представила, рассказала, да, ну, как телевизионную программу, которая ведет, потом, значит, был корреспондент специальный спецкор, да, который рассказывал, ну, все на арабском языке, ну, хотя по картинкам было понятно, о чем это говорится, потому что мы с вами не первый раз это видим, знаем, вот, ну, и потом сам Аль-Махмуди уже начал рассказывать, что, как и чего, видите, на фоне, значит, юнибуса, вот, юникара, точнее, да, вот он вел это интервью, довольно-таки долго рассказывал, но вообще показали, вот общий вид такой, да, в этом фильме, ну, я думаю, вы многие смотрели, но, опять-таки, я такие самые яркие картинки взял, рассказал, что в 2019 году действительно правитель Шаржа дал добро, вот они уже, эти тоже кадры были вставлены, да, потом показывают, когда уже сама трасса была, вот эта вот 400-метровая построена, и сейчас вот тоже кадры, и когда уже натягивают эту вот тяжелую трассу на 2,40 километра номер 4, да, вот, то есть тоже такие вот, значит, там кадры с этого все время. Далее там, так, далее что? Да, что-то записает. Значит, далее показывается, что идет вот Анатолий Дуарович Яницкий, таких они в желтых жилетах, да, то есть он тоже рассказывает, то есть переводчик, вот, Сергей Тарасов, как вы уже, как выяснилось, моет однофамилиец, да, вот, то есть переводит, рассказывает, и меня, конечно, очень впечатлило, вот Анатолий Дуарович тоже, когда снял вот этот желтый жилет, он в шикарном костюме, да, все очень четко вывернуло, вот, посмотрите, вот, Skyway, вот, и как красиво все сделано, с какой любовью, потому что вот это дерево, вот это, я не знаю, там, золото, не золото, но это желтый металл такой вот красиво, да, все это вот действительно как бренды такие вот на высшем уровне, да, и меня удивило, можете пересмотреть, вот, когда вот Юнифлэш подходит, значит, корреспондент к нему, как вот это вот открыть ручку, кстати, я, когда мы были, у нас были двери открыты, мы залазили, вылазили, залазили, вылазили, в общем-то, там не закрывали, но когда вот он подошел, то есть при прикладывании руки вот к ручке, вот эта ручка, она сама выдвинулась, да, то есть вот до этого сделан, то есть электромобиль, в котором ручка, так оно заподлицо получается, и при прикладывании руки вот эта вот уже ручка сама тебе в руку выскакивает, то есть в твою кисть, То есть это очень все здорово, смотрится очень красиво, очень лаконично и богато, понимаете, лакшери, можно сказать так, поэтому вот когда вот такие вещи, я думаю, что многие обращают внимание, вот именно, знаете, как у женщин спрашивают, какой ты автомобиль купил, ну, я там синенький купил, я красненький купил, да, так вот, мне кажется, вот, конечно же, вот это вот сейчас очень дорого все это стоит, вообще сами вот эти вот автомобили, они очень красивые, обтекаемые такие, да, практически самолеты без крыльев, можно так сказать, да, ну, и вот вплоть до всего, до всего, вот просто вот смотришь, и действительно, Анатолий Довальевич, я помню, в одном фильме тоже, вот все наше сделано, строчка наша, посмотрите, какая кожа, посмотрите, в общем, респект, кто со мной согласен, поставьте восклицательные знаки. Ну, и далее, да, спасибо, и далее, получается, вот, значит, опять показывается в фильме, вот, Юнифлэш, потом меня что удивило, что показали вот уже в трубе движущийся Юнифлэш, поэтому можно сказать вывод, что Анатолий Довальевич заявил о том, что скорость Юнифлэша может быть не только 500 километров, но, возможно, находиться вот такой, значит, в трубе двигаться, да, уже, может быть, там квазит такое пространство разрешенное, да, не как у, скажем так, Илона Маска, который там будет полностью без воздуха, да, вот, и я так понимаю, что вот это вот гипер-ю, который заявлялся, возможно, тоже осветили. Потом показали вот такой вот электромобиль, вроде бы на солнечных батареях, я уже где-то видел репортаж такой, да, показали, как вот это строительство вот этим, получается, 3D-принтерами домов там тоже, но закончился, закончился этот репортаж опять-таки вот этим вот грузовым контейнером, который вы знаете, что очень многих бизнесов заинтересован, и вот это вот действительно ключевая фраза, которая написана, что перевозка 100 тонн на 1 километр составляет всего 1 доллар, да, то есть вот это на этом фильм закончился, поэтому, ну, это, Аль Махмуди, он рассказывал вообще, вот, что это действительно самые крутые проекты, которые вот в этом парке есть, что вот есть такого технологичного, нового, вот, и, конечно, что было очень приятно, потому что 90% всего времени было посвящено Unisky Stream Technologies. Вот, ну, я вам еще напомню, что U-Sky Transport завершил работу по строительству контейнером от депо, теперь это уже на втором испытательном, вы знаете, у нас вот четвертый где-то сейчас натягивают, да, вот тут вот, где трасса натягивается, а вот этот вот второе депо, оно тоже делается, и поэтому сейчас уже вот именно строительные работы были завершены, вот оно сейчас имеет вот такой вот вид, и получается, что усилие, вот я так, ну, которое выдерживает анкерный опор, вы знаете, расстояние между ними должно быть около 10 километров, вот, но сейчас вот анкерный опор на расстояние 2,4 километра, да, вот, усилие составляет 2000 тонн, да, то есть 2000 тонн, это 2 миллиона килограмм, вот представляете, вот с таким усилием натянуты вот эти будут струны, 2 миллиона килограмм, да, то есть вот такие вот вещи, то есть это просто невероятно, как вот это вот все, да, будет, то есть действительно очень, очень и очень даже, я не могу, например, представить, что это, что это такое, как это может вообще быть, но все, и сделано это все, поэтому сказано, что это было начато в августе 21 года, вот, и по окончании строительства здесь также могут проходить не только грузовые Юконты, да, но и пассажирские Юпотс, вы знаете, что там будут у нас и на 25 человек уже сделано, там, возможно, больше и так далее, и поэтому в перспективе после вообще всех испытаний, значит, будет иметь пропускную способность до 50 тысяч километров пассажиров в час или, если Юниконты будут двигаться до 100 миллионов тонн груза в год, то есть это о чем говорит, что как и говорили, что когда пройдут испытания, вы знаете, они должны начаться либо в декабре, либо в январе 23 года, да, либо в декабре 22, вот, и после окончания, значит, испытаний эти трассы, скорее всего, продлят уже конкретные адресные проекты. Кроме того, значит, вот тут сказано о том еще, когда запустят Юниконт, да, вот, кстати, двигаться он будет со скоростью 120 километров в час, уже мы уже до этого вам освещали, что один из возможных проектов двухпутный грузовой маршрут из порта острова на острове Тинкан в Нигерии до города Лагос, да, мы помните, я вам говорю, это 20 километров трасса и уже объявлена стоимость 280 миллионов долларов. Вот такая была у нас новость. Ну, а второй маршрут, который вот именно востребован именно Юниконта, это порт Джебель-Али в Арабских Эмиратах, международный аэропорт Аль-Мактум, линия 18,5 километров, позволит доставлять контейнеры за 15 минут. Вот такие вот перспективы, которые для Юниконта уже предназначены, да. Да, я вам решил все-таки напомнить, потому что в свое время меня тоже это впечатлило, и когда люди спрашивают, ну где, ну что, ну как, вы помните, что еще в Абу-Даби был рассмотрен проект, да, вот именно вот это, вот это Лувр в Абу-Даби так называемый, да, его так назвали, такой вот музей, да, а вот это парк называется развлечение, он огромный, это просто это самое, вот это дороги, да, вот, и здесь, ну просто маленькие фотографии, да, и здесь тоже огромнейший парк, и там очень много, очень много туристов с детьми, там, вот я уже почитал про него, билет, кстати, стоит, кажется, 85 долларов, вот, и внутри даже есть такие автомобили, которые там тоже специально зафиксированы, где скорость может достигать 240 километров в час, то есть вот там могут покататься и взрослые, и дети, естественно, что взрослым тоже эту крышу сносят, поэтому там очень и очень много туристов, и вот именно сюда добираться есть проблема, так вот, поэтому именно вот, скажем так, среди таких мест, которые и обсуждались, как подвезти сюда вот эти вот легкие трассы, именно вот эти были как минимум два объекта, куда будут подведены трассы Skyward, Юнистский Stream Technologies, вот, поэтому. Решил еще вам напомнить, что представители Сеул, Южной Кореи, да, вот они приезжали, да, тоже обсуждали использование грузового комплекса, о чем мы с вами вышли, 25-километровая трасса там, да, тоже между Гадукта и Консо, такие вот были тоже, уже тоже это было в новостях, и активизировались, там было несколько делегаций из Индии, вы помните, у нас был такой вариант, когда Индия, там, не на тех людей, в общем-то, вышли, получается, да, это сейчас уже не буду говорить, по факту, что тот человек, который это все обещал, в общем-то, почему-то, ну, скажем так, его авторитета не хватило, и, скажем так, в желтой прессе прозвучало много негативного, да, но сейчас все вернулось на круги своя, конечно, я думаю, что это огромное влияние является того, что наш проект развивается в Арабских Эмиратах, в частности, в Шарже, и все это делается, несмотря на кризисы, несмотря на эпидемии и так далее, все движется и идет очень все четко, спокойно по, скажем так, плану, и ничего это не двигается, поэтому такая вот красотища, как Нагуа, видите, тут, ну, конечно, никакое метро, никакие дороги асфальтированные, никакие поезда тут не могут быть, тут должно быть действительно вот это место не тронутое, и максимум, что здесь могут быть, это могут быть вот эти вот трассы, которые действительно пройдут, не повреждая вот эту вот такую замечательную природу. Если самой согласны, поставьте пятерочки, вот, потому что действительно, я когда вот смотрю вот это вот Гуа, оно, конечно, завораживает, понимаете, очень и очень красиво, да, спасибо. И я, когда вот, ну, действительно, вот, как сюда добраться, как посмотреть, вы знаете, что даже если сюда придет толпа людей, которые будут ходить и просто топтать по дороге, они тоже вытопчутся, понимаете, потому что кто-то пойдет чуть шире, кто-то что-то за собой потянет, что-то выбросит бумажки, тогда, в общем, не буду применять плохое слово, но испортить природу можно очень быстро, да, вот, и если здесь действительно пройдет трасса, которые, когда вы просто будете любоваться, смотреть и добираться до своих мест, наверное, это будет самое лучшее решение. И в плане туризма люди будут получать средства, и в плане того, что эта природа останется нетронутой. То есть, поэтому огромное и огромное, ну, вот, спасибо вот данной технологии, которая может сохранить эту природу. Очень и очень, конечно, впечатлило меня то, что, то, что, так, этот слайд про Паладин. В общем-то, получается, в городе Сальвадор, да, вообще страна, да, а город, вот, да, Сан-Санат, да, там есть, смотрите, там есть все, там есть и метро, оказывается, там есть и, ну, различного транспорта. Однако много, все равно транспорт не справляется. Написано, что в городе много достопримечательностей, составляющих архитектурную ценность. Поэтому в этом городе тоже планируется адресный проект. Уже это все обсуждалось, и все это входит даже, скажем так, в программу президентскую. То есть там, получается, будут строить они какие-то железные, тоже железную, железную дорогу, но есть места, где вообще нельзя провести эту железную дорогу. Поэтому там уже планируется строить именно вот структурные комплексы UST. Вот такие вот вещи. Очень меня удивило, и я сам освещал вам вот эту вот конференцию, которая называлась Индонезия. Там вот, ну, там действительно много островов, и там была эта конференция, она проходила три дня. Я нашел это в Ютубе, и я смотрел это действительно, вот рассказывали о проблемах, что там вот, ну, самая главная проблема там была в 2016 году. Там в пропе погибли 18 человек. Почему? Потому что вот такая была скучность, что даже врачи, которые двигались на мотоциклах, да, они тоже не смогли проехать. И 18 человек от жары, ну, там, потому что пробка вот это составляла, то есть люди стояли в пробке от 20 до 35 часов. И кому-то стало плохо, вот, и, представляете, 35 часов просто вот в машине, в жаре, в страшной пробке. И поэтому такая вот была трагедия, и не смогли даже вот эти скорой помощи на байках врачи добраться и показать помощь. Вот поэтому такое вот случилось. И они действительно, вот, представляли, и я вот это так, ну, конечно, простите. Я не смотрел, я не смотрел это все, там, больше пяти часов, но когда я так листал, 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 я дошел до представления, вот, Юнический Stream Technologies, и мне показалось, Олег Зарецкий, вот, я знаю его таким всегда, он очень активный, такой, ну, скажем так, более такой эмоциональный. Все тут как-то он так, все так вот легко сказал, там, да, есть у нас вот такой комплекс, вот он как-то так спокойно, то есть, ну, знаете, такое слово, на расслабоне, да, и вот он на расслабоне сказал, я так, я еще тогда подумал, думаю, ну, как-то вот три минуты, вообще ни о чем. Ну, что вы думаете, вот, может быть, действительно, нам стоит вот так сейчас вести себя, что мы должны быть уверены в себе, потому что не прошло там, я не знаю, там, и там, ну, там, преимущество и так далее, все рассказывали, рассказывали, вот он тоже показал, и не прошло, и, скажем так, и недели даже, как Юнический Stream Technologies подписала соглашение в Индонезии о дороге. Представляете? Тут надо поставить десятки все, ура, да, потому что там вот тоже, скажем, что, во-первых, вы знаете, там куча островов, да, вот, их, которые тоже, но они сейчас взяли в Джакарте, вот в этой Джакарте тоже, да, и там тоже вот написано, там даже метро есть, я вам уже тоже говорю, да, вот, и мототакси, и такси, и поезда, это еще не справлялась, и Юнический Стринки тоже сказал, да, мы можем обеспечить 50 тысяч человек в час, чтобы вот это вот, понимаете, вот этот ужас разгрузить, и подписали соглашение о, вот, кажется, тут мне написано, да, 8, кажется, 8, там, километров, что-то у меня, вот, наверное, это самое, да, там сказано, что там что-то можно на автобусе 50 минут ехать, на транспорте вы заедете там за несколько минут, вот, поэтому, а, ну, вот этот вот слайд, который был еще, перескочил он просто, вот, в Сансонет, да, так вот, Индонезия подписал, и теперь, вот, видите, в Сальвадоре, в Сальвадоре я могу сказать, что это наш партнер Аня, который вот у Наташи, это первый ее был человек, который действительно сказал, а можно ли построить у нас одно дело, вот, инвестировать, допустим, как инвестор, а я вот, у меня есть связи на самом высоком уровне, и тогда я помню тоже, это было немножко так, и Аня с нами советовалась, мне звонила, Леша звонила, на результате получилось, что Алексей Суходов тоже там, скажем так, была встреча, рассказывали, говорили и так далее, и вот сейчас уже Skyward Community, скажем так, подключился, активно привели, и вот, видите, вот вышел тоже уже определенный результат, потому что тут, получается, вот я вам об этом и говорю, да, получается, они строят Техоокеанскую железную дорогу, вот, Кристиан Флорес, да, и говорят, что вот это, получается, интеграция комплекса ЮСТ, вот именно с этой строящейся Техоокеанской железной дороги по президентской программе, вот такие вот вещи, знали ли вы это, либо не знали, если знали, напишите единичку, если не знали, поставьте двоечку, вот, потому что действительно, вот мы говорим, как, как, что, ну, кто, Сальвадор, чтобы вы понимали, это вот Северная Америка, ниже, получается, в самом хвосте, где вот этот хвостик болтается, вот там, посмотрите, маленькая страна Сальвадор, да, вот, поэтому не вижу ваши единички, двоечки, ну, в общем-то, да, вот, видите, не знали, ну, хорошо, видите, я, а мы, в принципе, видите, можем каждый день заходить в новостной отдел, смотреть, ну, кстати, вот эта статья, да, ее нету, она находится на другом сайте, вот, возможно, она и находится, вот, на ЮСТ, то, и точка инкорпорейтов, поэтому обращайте внимание, вот, именно тоже можете, ну, конечно, эта статья рано или поздно, она появится в Скайборд комьюнити, ну, вот, имейте в виду, что вот я вам тоже это донес, вот, уже таких вот, два таких вот, то есть, не два, их больше, но мы просто говорим о том, что вот уже, о том, что освещает, то, что не освещает, еще есть, поверьте, очень много, ну, мы вот все вместе, вот, у меня такие фотографии есть, кстати, эти фотографии просто я, так как на меня подписано тоже много вьетнамцев, вот, кажется, один из этих вьетнамцев были вот на этой, приезжали к нам Марину горку, и получилось так, что вот он поделился со мной, и там, где этот человек, вот, я взял несколько фотографий, поэтому активно строится трасса рыбака, вот, в акварели, и поэтому, видите, еще, скажем так, солнышко, и все, и, конечно же, этот раз уже натянута, вот, мы Алексея Наумовича нашего так дергали, мы вчера тоже спрашивали, есть, нет, пока еще не запущено, но как только запустится, я думаю, что нам надо всем с вами собраться, и обязательно туда поехать, и, действительно, возможно, кто-то из новичков захочет посмотреть, как же это все на самом деле, это, считайте, тоже адресный проект, который вот так вот, скажем так, как тогда говорил Анатолий Дуарович, что инженер Юницкий, вот, как он сказал, собственник акварели, вот, Юницкий, да, заказывает у инженера Юницкого вот эту трассу, трассу рыбака, чтобы добираться, вот, на своей территории, то есть тут Анатолий Дуарович никому не отчитывается, что он делает и как делать, все, все сертифицировано, все есть, все, он сам строит, ну, в смысле, на своей территории, поэтому вот такая вот вещь есть, поэтому это тоже хороший пример того, и у нас, кстати, вчера была женщина, она тоже сказала, что есть люди у нее, которые имеют определенной собственностью земли, и они, могут ли они сами сделать на своей территории, тогда не надо вот спрашивать там мэров, президентов и так далее на своей территории, вы можете сделать то, что наш комплекс, он сертифицированный, пожалуйста, вот, его можно строить, вот, видите, тут еще были работы, велись, вот такие вот дороги, ну, вы понимаете, где-то вот при въезде, это вот уже вот такая вот красота, и мы скоро уже будем это все видеть или сделать, а когда мы были на производстве, мы видели вот этот уже сам передвигающийся, ну, вы тоже видели там на картинках, вот этот вот, скажем так, тот как, юлайт, он называется, да, ту кабинку, которую будут перевозить рыбаков, в общем-то, очень такой яркий, желтый там, цвет синий, но чтобы вот с природой он там сочетался, вот такие вот вещи, так что очень и очень, да, там цветочки нарисованы, ну, их, наверное, будет несколько, разные, возможно, будут, чтобы радовать глаз взрослым и детям, вот, ну, и в прошлый раз я не успел договорить, вот еще раз немножко повторюсь, тем более вышел репортаж тоже о том, что как победители призового тура второго, да, номер два, как побывали они в Доминикане, и, наверное, меня вот тоже впечатлило то, что этот фильм вышел, да, потому что я до этого смотрел фотографии вторых, потом мне моя сестричка все-таки прислала ссылку, вот, и потом уже тоже вышло вот это вот видео, оно есть на ютубе сейчас, да, можно посмотреть его, как прошло в Доминикане, но я вам в фотографиях опять покажу, то бишь, смотрите, тут уже сказано о том, что это действительно поездка, очень, вы знаете, до этого была поездка, допустим, во-первых, у нас собирались люди, у нас тоже было очень интересно в Мариной горке, это было действительно такое очень здоровское обучение, это было действительно от души все, мы чувствовали себя на высоте, вы знаете, еще победители первого тура также, они ездили в Стамбул, но вот тут вот и сказано, что эта поездка значительно отличалась от всех ранее проводимых туров, во-первых, Ольга Вероника, она сразу говорила о том, что эта поездка должна быть не столько ознакомительной, потому что там красивое море, допустим, Карибские острова, а то, чтобы люди действительно прониклись вот этой вот идеей о том, что их страну, она довольно-таки бедная страна считается, да, вот, и что эту страну можно поднять и можно сделать, и поэтому реклама была, представляете, я когда увидел, я обалдел, я думал, что три телепередачи, восемь телепередач и пять радиостанций, вы представляете, вот, восемь телепередач, то есть, в принципе, руководство, сами организаторы, вот, и, ну, вот, Алексей Суходов, Ольга Вероника, да, вот, Дэвис, рядом сидит, вот, внизу корреспондент, который представлял, вот, поэтому было очень много вот этих вот передач, практически, там, с одной передачи на другую, это за семь дней, да, кроме того, были еще, поехали они, журналисты у них там задавали вопросы, да, были в разных местах, и везде вот тоже журналисты их там, с ними ездили, с местных газет, там, журналов, каких-то, значит, других источников, там, YouTube-каналы, возможно, были все, и вот это я тоже не видел, как бы так, ну, когда не видишь, это все, ну, прочитал и прочитал, вот, значит, они побывали посещение фонда помощи детям, шаг для тебя, ну, когда это читаешь, ну, шаг для тебя, и понятно, но когда стал я смотреть фильм, вот тут с краю сидят ребята вроде, ну, да, тут сфотографируется, так вот, смотрите, оказывается, вот, все, все вот эти победители, они стали ездить, и стали, рассказали вообще ребятам, малышам и более взрослым деткам о новых возможностях для саморазвития в стране, которая представляет Skyward Community, то есть, действительно, вот, здесь каждый человек может стать партнером, может стать развивать и так далее, и вот, когда Ольга, вот, ну, вот, с одним из мальчиков стоит, вот, да, вроде красиво, шарики, все, и вот она говорит, мы помогаем маленьким детям из бедных семей, даем полезные установки на будущее, рассказываем о развитии и ценностях в учениях, вот, и я очень горжусь тем, что мы находим время на такие дела и делаем детей счастливыми, вот, и потом, когда вот этот фильм, посмотрите его, он действительно, там, впечатляет именно, не как, когда вот стали показывать это, когда вот люди просто вот там живут чуть не в трущобах, да, вот, стали привозить, раздавать, видите, тут Алексей сам не жил, а потом, сколько деток тут собралось, вот здесь уже и взрослые бегут, там, понимаете, вот, потому что привезли продукты, вот тут дитёк, посмотри, какое, и я вот удивился, там такой эскадр, когда мальчик бежит за вот этим шариком, может, в жизни такого шарика, может, и не видел, да, вот, он бежит за этими шариками, не знаю, откуда они там взялись, вот, но, может быть, какие-то вот эти цвета надули уже, скажем так, сделали вот этот вот там скайворд комьюнити, это шарик, потому что там было, ну, в общем, дитёк просто вот радуется, я немножко вот, конечно, фотографии так не передает, как этот фильм, но меня вот это вот, и вот эта часть этого фильма меня очень и очень впечатлила, поэтому, если у вас есть возможность, вы посмотрите, да, там, вот, и когда в конце вот тоже Алексей говорил, он тоже сказал, что значимость наших акций, это проявление доброты, наше сообщество отдающее сообщество, а дети, это наше будущее, вот, это поколение, которые, вот, детки, это, да, который будет наблюдать и использовать эту технологию, которую мы сегодня финансируем, благодаря тем инструментом, что дает скайворд комьюнити, они смогут в будущем успешно проявить себя, отметил Алексей Суходоев, то есть вот эти детки в той же Доминикане, да, да, там красиво, да, там, для туристов, которые имеют деньги, для них, наверное, тоже это Райвса, какой-то там побыть на песке, красиво полежать, в море покупаться, но вот я сначала, вот я говорю, пока этого не видишь, ну, написан, написан текст, ну, когда я вот эти вот стал кадры находить, искать, и вот вам несколько кадров показал, я теперь понимаю, какой вот благодарность вот этих детей, которые, может быть, и действительно где-то недоедают, где-то не могут учиться, приходится работать, вот, поэтому этого дорогого стоит, поэтому большой респект вообще тому, что мы не только вот действительно продвигаем этот транспорт, но вот этим людям, которые смогут иметь, скажем так, работу, смогут обучаться и так далее, я думаю, что мы тоже все с вами сможем, ну, то есть взять пример вот таких вот замечательных решений, вот, видите, тоже, казалось бы, да, люди поехали в Доминикану, песочек, пляж и так далее, конечно, это все было, тем более Ольге моей сестре исполнилось вот 50 лет, вот она с детками, да, вот, и она действительно мечтала провести этот день рождения, она еще в Дубае сказала, что все, 50 лет отмечаем в Доминикане, вот, и действительно здесь так и сказали, что это не только прекрасный отдых, да, но это вот возможность поделиться опытом, вот, с людьми, которые там находятся, действительно очень большой вот интерес, еще Оля сказала, что там еще вот те корреспонденты, которые брали интервью, потом за кулисами, же говоря, а как можно, а можно ли своего ребенка сюда как-то, а можно ли то, а можно ли все, а как вам вообще прийти работать и так далее, в общем, видите, интерес огромный, и вот это, конечно же, все в целом оказалось, что действительно оставляет совсем другое впечатление, нежели просто вот просто отдых, скажем так, на море, поэтому респект, и очень горжусь тобой, Оля, да, и благодарен вообще руководству за, вот, и Ириша тоже звонила и говорила, что очень и очень эта поездка действительно по-другому заставила взглянуть на мир, так что, ребят, все очень здорово, Skyward Community действительно дарит вот это добро, и мир делает не только лучше с точки зрения там инфраструктур, а он действительно делает добрее с точки зрения человеческих сердец, вот, ну и вот действительно, когда меня удивило, что я вот когда составил эту вот, да, что Лени Степин очень понравился, даже быстро его где-то на своих там сайтах, вот эту фотографию, действительно, вот я так подумал, а что я могу, как могу, вот когда-то кто-то в мурзилке нарисовал, да, Анатолий Эдуардович когда-то тоже, может быть, мальчиком посмотрел эту мурзилку, и он действительно вот это что-то екнуло, что-то он стал делать, и вот поэтому, когда мне говорят, а что я могу, что я могу, ну вот пример моей Оли, сестры, для меня является очень большим примером для подражания, да, очень здорово, что так вот люди могут это действительно преподносить, не только ради того, чтобы бабосы заработать, да, вот, да, мы не скрываем, мы все с вами инвестируем, чтобы в будущем тоже стать независимыми людьми, помочь своим родным, близким, но видите, сейчас уже люди делают, и вот я, в принципе, в этом плане случайно нашел стихотворение в конце Самуила Яковлевича Маршака, как вы все помните, в свое время в Советском Союзе мы учили, оно немножко такое, конечно, тоже было непростое в то время, вот, и, ну, конечно, я просто говорю о том, что все равно любая война закончится, вот, и мир продолжится, да, но заключается стихотворение в том, что мы каждый на своем месте должны делать маленькие дела, так вот, смотрите, не было гвоздя, подкова пропала, не было подковы, лошадь захромала, лошадь захромала, командир убит, конница разбита, армия бежит, враг вступает в город, пленных не щадя от того, что в кузнице не было гвоздя. Поэтому, когда вы делаете маленькое дело, но если вы делаете от души и сердцем, это маленький гвоздик где-то может привести к большим-большим событиям и очень здоровским, скажем так, действительно может поменять мир. Когда-то вот мне рассказала Виктория Буль, потом меня поддержала Лена Степина, Леша Наумович, вот, спустя несколько лет я смог достучаться для твоей сестрички Наташи, Наташа рассказала Оле, и сейчас вот это событие, которое прошло, вот привело к таким замечательным добрым делам. Вот как это бывает. А если бы мы были равнодушны и не смотрели, возможно бы так все это и Анатолия Едуардовича Юницкого осталось бы только на листочке. А на самом деле уже наши добрые дела стали двигаться по всему миру, и так будет по нарастающей и дальше. Спасибо. Спасибо. Да, заслушался. Да, Леша, спасибо. Ну, на самом деле, да, прям такое стихотворение глубокое. Казалось бы, маленькое какое-то, какой-то гвоздик, в итоге целый город пал. Так и здесь. Интересно, интересно. А вот вопрос про эти вот акцию с детьми. Там, я так понимаю, что были какие-то подарки, раздавали или, ну... Да, да, там в фильме, вот я что, как-то вот... В фильме там и сказано, что они поехали в супермаркеты, прям корзинами закупили вот эти вот там продукты какие-то, сладости, я не знаю, может какие-то вещи, потому что, ну, там уже, там, ну, фильм очень так, нарезка просто, да, я вот вижу, просто корзинами там везли. Потом вот эти на машинах привезли, я не знаю, там, ну, возможно, там Санчерс, ты же знаешь, да, там вот, Леша, он тоже активно там, может, подсказал, где вот эти районы и так далее, потому что они туда поехали вот просто, вот, скажем так, сели на машины и поехали. И вот такое вот там вот было событие. То есть я тоже... То есть я как бы до этого, пока этот фильм не посмотрел, я не знал, что такое происходит. Ну, в общем-то, да, это была такая инициатива, и я поэтому и говорю, что тут у них действительно было очень плодотворно, и вот это, наверное, вот это больше, вот мне больше всего запомнилось, не, скажем так, вот из всего фильма, да. Меня очень это впечатлило. Надо нам как-то пригласить Ольгу, чтобы она рассказала сама, как все у нее там, эта неделя. Хорошая идея, Леша, отличная идея, да. Я думаю, что всем нашим немногочисленным слушателям, но это будет... Все равно это будет в записи, и всегда это можно будет посмотреть. Поэтому, наверное, да, можно поговорить с Олей, чтобы как-нибудь она тоже нашла время, потому что она... Все уже уехали, она еще находится в Доминикане, там доделывает, и я вот уже с ней несколько раз там буквально созваниваюсь, там чуть-чуть переговорим, она, все, я бегу, бегу, все, побежала, надо доделать. Вот такие вот дела. Вот такие, так что все движется, все меняется, и, скажем так, все очень позитивно и по-доброму, здорово. Да, хорошо, Леша, хорошая идея. Мы можем либо в Зуме отдельно, либо в понедельник следующий, как ты? Ну да, да, я поговорю, посмотрим, как у нее там получится. Даже, скажем так, может, у нас время сейчас ограничено, час, но я думаю, что Оля сможет нам уделить какое-то время. А если нет, тогда уже в Зуме. Оля, уже как легенда. Я думаю, что уже все мечтают послушать, понять. Она и очень веселая, она очень веселая, да, и вот их хохотушка, и это, но при этом очень такой острый у нее ум, взгляд. Так что, да, знает, что она делает. Она, ну давайте так скажем, она говорит, я сделаю все, только просто мне не мешайте. У меня такой девиз, пожалуйста. Именно такую фразу, как когда-то говорил Анатолий Эдуардович на выставке Минтранса в Беларуси в 2016 году, когда пришел, по-моему, министр промышленности или шупом, что-то такое. Ну, на выставке Минтранс, там футбольный манеж, пришли министры в первый день, там Академия наук была, и вот министр, а чем вам Анатолий Эдуардович помочь? Вы такой молодец. Он говорит, не мешайте. Наверное, такие люди, когда, да, знают, что хотят, они вот конкретно знают. Поэтому где-то, может быть, вот эти вот резонансы совпал. Оля почувствовала Анатолий Эдуардович, поэтому тоже продвигать нужно, вы, главное, не мешаете там. Мы все сделаем сами, да. Вот такие дела. Ну вот, дорогие друзья, есть вопросы, по разливам идеям, может, действительно, Оля что-то нам расскажет, я думаю, что, как вам эта идея, вот. Поставьте плюсики, если это вам интересно, тоже мы тоже постараемся договориться. Вот, я думаю, что, может быть, послушайте тоже. Так что, Алексей, я тогда сообщу, а мы тогда, да, идея супер, да, будем тогда пробовать договориться с вами. Попробуем на понедельник, на следующий. Вот, а если нет, тогда уже будем там. Ну, если да, где нам будет находиться, да. В Европе, либо в Великанине, либо в Великанине. Сложно, она как торнадо. Сегодня там, завтра здесь, и даже не знаешь. Ну, и там еще интернет плоховатый, конечно, я честно говорю. Она уже вернулась, мы вернулась уже. Ну, вот, вчера еще была там, поэтому не знаю. Если она доедет до Германии, то да. Ну, вот такие дела. Хорошо, спасибо всем, да. Спасибо за плюсики, спасибо за благодарность. Благодарен вам за ваши. Вот, и приходите, конечно же. Ну, ждем, Леша, что ты, вот скажи, что там по трассе рыбака все-таки. Ну, давайте раз нам сказали, что, ну, Алексей Сукадуев нам говорил, что в ноябре ее хотят запустить. Вот, ну, я просто периодически буду позванивать. Ну, вот, и как только будет готово, сразу собираемся. Да, все съездим, и даже там можно будет действительно побывать и покататься, и даже, может быть, решим там покушать, либо там какой-то пикничок сделать. Поэтому рассказывайте своим знакомым, да, потому что есть возможность поехать и на маршрутке, ну, в смысле, на такой есть транспорт, есть возможность поехать на автобусе, если будет там больше человек. Я думаю, что это мы все сорганендуем. И я думаю, тоже будет очень здорово, если мы будем одни из первых, которые проедут по трассе рыбака. Сделаем тест-драйв на нагрузку. Пассажиры, высчитаем максимальную загрузку, посчитаем как-то максимальную пропускную способность, там все проверим на себе. Да, хорошо. Чемоданы возьмем. Хорошо. Всем спасибо. Да, Олег, спасибо. Спасибо отдельно за стихотворение хорошее. Да, я хочу, чтобы мой сын выучил, чтобы тоже знал. Чтобы всегда хватало гвоздей. Естественно. Да. Спасибо. 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 Спасибо.